В конце концов, в статье он отмечает, что он хочет, чтобы Творец дал ему радость в работе выше Знания, и чтобы это было важным человеку, как будто у него уже есть Знания. Да. Я хочу коснуться точки, как получить совет. Мы ведь знаем, что радость увлекает человека. Если есть радость, человек тянется к ней. Естественно. Теперь, как создать радость на утреннем уроке? Ну, скажем, как, например, я знаю, что есть товарищи, которым трудно прийти на утренний урок, а сегодня будет встреча десятки, и вдруг они приходят, потому что там есть радость. Я хочу спросить, каков совет создать на утреннем уроке даже большую еще радость? Всякий раз, когда мы между собой связываемся, мы продвигаемся шаг на один шаг вперед. Тем более, когда мы добавляем к этому собственных сил, свое желание, это потребность, что-то против желания получать. Против естественного поведения тела. Но если мы в состоянии показать пример друг другу, в приближении друг к другу и вместе, в приближении к Творцу, то тогда мы идем вперед и добиваемся успеха. Это называется войной. Мы можем создать на уроке между нами ощущение, чтобы это привлекло и желание получать? Почему бы и нет? А как это сделать? Как человек будет тянуться, когда он будет чувствовать, что здесь он получает что-то, и желание получать для себя тоже? Как я говорю, как, когда он приходит навстречу десятки? Там есть еда, хорошая атмосфера. Как создать вот такое влечение на утреннем уроке? Почему сейчас, когда мы сидим все вместе, мы бы не захотели раскрыть между собой какую-то хорошую, теплую атмосферу, чтобы мы могли, исходя из этой атмосферы, устремиться с силами к уверенности, надежности, сближению с Творцом. Все это существует. Но все зависит от того, насколько мы хотим раскрыть это. Все зависит только от нашего желания. Творец готов. Он дает шанс, возможность. Как передать то, что Вы сейчас сказали товарищам, которым трудно почувствовать то, что Вы сказали? Есть товарищи, которые сидят здесь, и это чувствуют, именно вот эту силу, эту совместную работу. Как это передать товарищам, которым это трудно почувствовать? Нужно думать накануне, то, что завтра или сегодня вечером я снова свяжусь с товарищами, и я обнимусь с ними, буду за них держаться, а они за меня. И мы все вместе в таком объединении пойдем вперед. В этом вся наша сила. Наша сила в единстве. Ничего другого нет. Чем больше мы ближе друг к другу, чем сильнее сближаемся, тем больше мы можем проникнуть через злое начало к доброму началу. В этом вся война.